Вакцина здоровья. В Чувашии проходит иммунизация от коронавирусной инфекции. О том, как вакцина действует на организм и где можно привиться, расскажет Ольга Семенова. Бесплатная добровольная прививка от COVID-19 проводится в первую очередь врачам, учителям и соцработникам, тем, кто чаще всего контактирует с людьми. Перед этим необходима консультация врача. Перед любой вакцинацией, согласно санитарных правил, у нас должен быть приведен осмотр врача. Конечно, в основном выясняем все во время беседы. Болеет человек, не болеет, как он это переносит. Если он раньше прививался и все нормально переносил, то мы рассчитываем, что и в дальнейшем все будет точно так же. Меряем температуру, смотрим на нее, вот она стоит, сидит, нормальное давление, нормальная температура, нормальный пульс, нормально сейчас посчитаем. Специалисты отмечают, что вакцина предназначена исключительно для лиц от 18 до 60 лет. Не допускается делать прививку во время беременности, а также при острых инфекционных и неинфекционных заболеваниях. Эта вакцина называется гам-ковид-вак. Это первая зарегистрированная в нашей стране вакцина. Вакцина вообще хранится при определенной температуре, не больше минус 18, то есть в морозильной камере. И до того, как делать это пациенту, мы за полчаса его, значит, размораживаем. И в течение часа мы должны сделать эту вакцину. В одном флаконе находится 5 доз, поэтому 5 пациентам делаем как бы в одно и то же время. Медики отмечают, что после вакцинации некоторые пациенты могут почувствовать легкое недомогание, головную боль, может появиться температура. Учительница из столичной школы номер 10 Алина Климова не боится возможных последствий прививки. Она считает, что защитить себя от опасного вируса не просто личное желание, а долг перед теми, кого она обучает. Я уже давно решила это сделать и пришла сразу, как только нас позвали. Болеть ковидом я не хочу. Не чувствую ни страха, ни какого-то переживания. Я уверена, что все будет хорошо. Чик и все. Ни капельки не больно. Вакцинация проходит в два этапа. Второй этап через три недели после первой прививки. Данные всех пациентов, которые сделали прививки, вводятся в федеральный регистр. Пациенты должны ввести электронные дневники здоровья на портале госуслуг. Это поможет составить полноценную картину плюсов и минусов вакцинации. Ольга Семенова, Дмитрий Салманов, Республика.